Здравствуйте, любители винограда! Рада приветствовать вас на нашем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о нормировке винограда урожаем. Скажем так, маленькое предисловие. Почему вообще это необходимо? Виноград закладывает урожай гораздо больше, чем он способен выкормить. Это, кстати, касается не только винограда, это касается и много других растений. Вы знаете, что яблонец цветет сильно и много, потом часть яблок сбрасывается, и только оставшиеся уже будут созревать. То же касается винограда, особенно это актуально для наших условий, для нашей белорусской погоды, когда не такое уже и длинное лето, может не хватать тепла. Ну вот расскажем, что со всем этим делать. Это у нас куст Аркадии. Когда я рассказывала вообще про нормировку, я вам говорила, что не спешите ничего делать с гроздями до того момента, пока они не опылятся. И вот сейчас мы видим. Значит, куст Аркадии у нас, это будет второе плодоношение у него. Три грозди. Вот нижняя опылилась практически никак. Вот вторая. И здесь еще есть третья. Аркадия сорт крупноплодный, Аркадия средний вес грозди порядка килограмма. И мы понимаем, что если мы все это оставим, мы получим не очень мелкую гроздь, будут затягиваться сроки созревания, поэтому часть надо удалить, чтобы получить и красиво, и сладко, и вкусно, и при этом облегчить кусту жизнь. Значит, вот эту гроздь мы убираем. И вот эту, несмотря на то, что она довольно неплохо опылилась, мы тоже убираем. Еще раз повторюсь, куст второе плодоношение. Куст крупноплодный. Поэтому не жалейте. Да, очень жалко, когда вы видите, что вот будут ягодки. Хочется все оставить, чем побольше. Но получите тогда мелкое, затяните сроки созревания. Поэтому не жалейте. Лучше оставьте одну, потом все равно мы вам покажем результат, что оно вытянет, будет красивая, аккуратная гроздь, сладкая и вкусная. Давайте посмотрим здесь. Чем еще следует руководствоваться при таком вырезании гроздей? Нормальной человеческой логикой. Смотрите, вот здесь у нас две грозди опылились довольно неплохо. Нижняя гроздь, она вроде лучше, крупнее, красивее, чем верхняя. Но как она лежит? Она у нас лежит практически на земле. Я ее убираю. Потому что от земли будет идти болезнь. Она будет лежать, она будет биться дождем. Для чего? Лучше я оставлю вот эту, и она дотянет. Теперь смотрите на следующем побеге. Опять у нас две грозди. Существует такое мнение, что нужно удалять верхнюю гроздь. Нижняя гроздь будет самая лучше. Но это не всегда так. Почему не надо спешить? Уже показывала на предыдущем побеге. Смотрите. Верхняя гроздь опылилась лучше, чем нижняя. Соответственно, нижнюю мы убираем. А теперь представьте, если бы мы это сделали до цветения, то вполне вероятно, что мы бы оставили вот это, а вот это бы удалили. Поэтому лучше не спешить, пусть опылится. А потом уже посмотрите по факту, что лучше оставить, а что лучше убрать. Это у нас кишмиш запорожский. Этот сорт, как его еще называют, сорт самоубийца. И для него характерно как раз таки то, что он закладывает в разы больше урожая, чем может выкормить. Поэтому здесь надо вырезать, не жалея. Тем более, что тоже здесь гроздь до килограмма, может и более натягивает. Поэтому не жалею. Ну вот смотрите, опылился он в принципе совсем не очень. Во всяком случае, пока результаты такие не очень приятные. Было кое-где и по пять гроздей. Кое-что мы, конечно, убрали раньше, потому что это логично. Ну и сейчас просто смотрим и убираем то, что у нас в принципе вот эта гроздь. Если здесь вот эта чуть получше опыленная, то вот эту мы убираем совсем. Но здесь смотрите, что важно. Я убираю только одну гроздь. Да, куст молодой, у него будет только второе плодоношение. Но при этом, ввиду того, что вот опылился не очень, ему тоже надо дать нормальную нагрузку. Поэтому пока что оставляем две грозди, а потом будем смотреть, как они наливаются, как они натягиваются. Надо что-то еще убирать, либо не надо. А на этом повеле, ну здесь плоховато видно, вот немного, вот она первая гроздь, вторая, и там выше третья. Здесь мы убираем вот эту вот среднюю гроздь. Вот смотрите, сколько мы нарезали гроздей. Еще раз повторю, что, конечно, когда вы это делаете, делать это очень-очень жалко. И кажется, ну как, ну вот уже ж ягодки завязались, вот же урожай. Но поймите, что особенно это характерно для кустов, которые имеют большие крупные грозди. Что им надо силой для того, чтобы выкормить эти грозди, чтобы получить хороший урожай. Особенно, если это сорт, как их называют, средне-раннего срока созревания, ну это дней там 115-120. Им надо время, чтобы выкормить ягоды, чтобы накопить сахар, чтобы их налить. И поэтому, если вы будете их жалеть, то вы будете оттягивать вот эти самые сроки созревания. И потом удивляться, а почему у меня не вызревает? Ну вот потому не вызревает, не жалейте. Крупноплодные сорта, обязательно их надо резать. Тогда вы получите хороший, красивый урожай, получите его вовремя и будете им наслаждаться. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку еще, будут мои контакты. По поводу приобретения черенков и саженцев можете обращаться. До новых встреч, пока!